всем привет дорогие друзья на ваших экранах как бы снова quantum break дата права прохладить что же вы нам предложите сериаль quantum break развилка 3 софия эмерал мартин хэдж это дрянь растущая внутри меня я сражался с ней шесть долгих лет доктор эмерал работала над лекарством от хроносиндрома только она умела делать процедуры которые сдерживали мою болезнь пол но джек отобрал ее у меня матин мать твою как это случилось как они могли взять и забрать ее пол в тебе болезнь говорит я на твоей стороне мы-то знаем как ты на его стране сама злота потише все вы не ну так про я нет надежды изначально пытаться мы сделали что могли но кто-то в монархе работает и берг это только вершина айсберга у джойса были тут можно порассуждать очень хорошо мы обнаружили ноутбук доктор эмерал если захотите взглянуть то он стоит вон там сейчас подойду а вот хэдж он как бы зло воплотит о сапог а у него хорошие мне нужно взглянуть на расчеты софии если она права то разлом растет гораздо быстрее чем мы предполагали тебе известно будущее а доктору эмерал нет ковчег вообще готов к активации она пытается убедить тебя что план рассчитан неверно но зачем чтобы ты поторопился и допустил ошибку может она одна из них из тех кто хочет тебе помешать нет ты в этом так уверен что готов рискнуть всем умоляю тебя пол отложи активацию дай мне время навести порядок пока это еще возможно как дальше поступим кто-то ставит не палки в колеса кто-то из ближайшего окружения мартин хэдж софи эмерал верить можно только одному из них но тут-то я знаю кому нельзя верить потому что читала записки да к сожалению звука не было в этих роликов что к сожалению потому что но я дебил у меня программка закрылась звука не шел с нее такой долбоедик просите пожалуйста я думаю все поймут просят меня ладно эмерал давайте чинить машину я сказала чтобы у меня скапливалось все больше улик против софии я не мог их игнорировать даже несмотря на ее прошлые заслуги и что без процедур тебе не выжить а потом оставила тебя без них если она меня предала то учитывая что она знает урон может быть непоправимым я хочу чтобы его задержали немедленно у меня есть сведения марте не хочу мартин был моим доверенным лицом на протяжении многих лет я начал подумывать не было ли это ошибкой софия верна мне она всегда была верна я все еще и не доверяю она так посмотрел на противовес словно уже его видел она знает что это софия нашла способ спасти мне жизнь это ли не знак глубочайшей верности вот тут я за сторону софии потому что хочешь мы же читали сами кто играл в игру знают что это говноед которого нельзя доверять которого надо не тоже под затыльник хороший дать хорошую свинцовую пулю в голову дать я выбираю данные софии всегда были верны доверюсь ей нужно посмотреть расчеты подготовиться к активации протокола ковчег немедленно ладно я отнесу ноутбук научный отдел нет лучше я сам ясно сэр представить людей хочу постоянное наблюдение да сэр будет сделано мы изучили записи с камер видеонаблюдения установлена личность сообщника джойса это бет уайлдер агент среднего звена она столько времени с ним работает и сообщница джека где она сейчас неизвестно но убойная группа ее выслеживать нет 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 ее нельзя убивать пока нельзя найти ее и я хочу знать все о действиях мистера хэтча не подведите меня но спалерить не буду бет уайлдер я раньше не слышал ее имени но она была там в прошлом когда все началось она все время была здесь вредила мне изнутри компании и не она одна но тут тут уже понимаете как чего и почему я вам не спалерил потому что сюжетный поворот вообще отличный вот что-что но рэмоди вот сюжетом у них всегда было хорошо я даже вот реально еще раз приведу пример вспомните макс пейн алан уэйк просто шикарные игры я не знаю что там в контроле будет да я не знаю еще я не знаю что во второй части алана вейка будет вторая часть алана вейка я в любом случае я пройду ее ну что очень сильно хочется первую часть я полюбил просто только из-за сюжета сюжет там был шикарен давайте дальше но фильмец обожаю теряют эффективность я пытался избежать ошибок а в итоге понял что это невозможно чтобы я не делал времени конец мне нужно туда попасть там есть нечто важное протокол ковчег чего ты так отчаянно боишься мартин по-твоему я чего-то боюсь это же отчет доктора эмералл зависание они они происходят все чаще что это хроном утированный организм чрезвычайно агрессивный это доктор ким идем 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 нет нет не надо не надо надень пиксельные ну как бы надписи все пиксельные какие-то просто ужас особняк монарха на острове галдет октября 2016 года двадцать один двадцать девять через семнадцать часов после разлома и 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 что хотел берг не знаю я даже не знаю что это за протокол ковчег такой это убежище для высшего руководства монарха на время катастрофы пока они не придумают что делать дальше и высшего руководства значит и я буду в этом списке да только не с полом с айрином он так поглощен своими великими замыслами и заблуждениями что совсем перестал ценить своих людей и ты знаешь что для меня самое страшное в этом мире это идея бога сама по себе настолько могущественное существо вольное давать и отбирать что вздумается такой власти нужно бояться а не преклоняться перед ней но люди в нее верят как верят они и в полоса ирина видишь ли не так страшно само то что бог правит миром страшно если перестанет пол с айрин сорвался с цепи чарли он спровоцировал катастрофу и может ее предотвратить но почему то просто ждет конца конца времени поэтому мы должны вмешаться слишком рискованно отдавать все ключи от мира в одни руки нужна страховка есть прибор рхп это ключ к нашему выживанию и мы должны защитить его но пока доступ к нему имеет один только пол мы бессильны с помощью рхп я смогу направить монарх в нужное русло а потом будет реструктуризация чарли после которой ты станешь правой рукой я попаду в список безусловно тогда мне нужно вернуться в монарх подробно расширение полномочий возможно только изнутри ну и вот я уже в в в в и в в в в Никто не знает о нем. Тебя не заметят. Не теряй времени, Чарли. Поспеши. Ага. Командор Дэвис? Да, сэр. Лаборатория периметра. Мы выдвигаемся. Чистота зависания все еще непредсказуема, но они происходят постоянно, беспорядочно, но постоянно. Определённее. Инициация протокола необратима. Мистер Серин, мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Какая же тут определенность? Сколько осталось? Мы применяли модель доктора Эмерал. Без нее трудно говорить с уверенностью. Сколько осталось времени? Поле Джойса разрушится за восемь часов. Мистер Серин, принимать решение нужно прямо сейчас. Какая-то. Какая-то. Да, прикольные эффекты. Какая-то. Блин, что сейчас происходит между собой. классно же угу именно в реально полноценном интересная задумка серьезный сценарий фиона приятель ты куда вы время на исходе как вы сказали протокол ковчег это убежище его построили на случай разлома проблема в том что туда берут по списку а кто не в списке тот сдохнет но если мы выберемся с острова то я я могу внести нас в список нас все остров изолирован как мы отсюда выберемся чарли здесь есть туннель ладно но если ты мне сейчас врешь клянусь богом ты меня достал чего ты там хочешь не знаю но я тебя никуда не обязан списывать ублю что ты сделал жить будет я скажу тебе почему ты включишь меня в список у меня беременная жена дома и она сейчас единственное что меня заботит и ради нее я готов пойти на все в том числе удушить тебя на хрен чарли минута он нарвался веди нас человек который готов начнется свою семью чего бы ему не стоило этого это самый опасный человек по сути тоннелька материку я так тебя до 16 года тут я уверен согласно будет потому что но это человек он готов пойти на любое чтобы его семья осталась он на убийство пойдет тоже готов будет уничтожить весь мир но главное чтобы его семья была жива да и может аналоги немножко дебильная поднимает она смысл и суть вы надеюсь на моменте он реально становится не знаю вбивается в память что это не знаю когда мы вошли было включено я пришел освободить тебя дружище держать тебя здесь жестоко пришло время присоединиться к остальным и вернуться в бесконечность грязная вата у вас как-то просто шикарит это называется он освободил на каком она месяц твоя жена на третьем поздравляю а и и и и а и и и и неожиданное чувство как бы появились а это что мы под заливом я бля беги я по звуку уже понял что щас охру ну как весело бегать, да? нет 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 как же у тебя щас полудоживеешь что-то есть отойди отойди и подходящий момент обувь да это нереалистично алё пошли а вообще тут сниму заделал что нет просто это ну реально пистолетом скрыть замок нет это уже давно разрушено вы целы? ага да а ты в порядке на землю живо мать вашу эй нет нет мы из маяния что вам не понятно? на землю нет 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 эй это я вас вызвал я от хэтча Уинкот ага а она а она специалист по хрононам очень важный ей срочно надо в монарх пожалуйста валите отсюда живо ага я взял я взял фиона 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 выброши пострелять я вот реально не буду ааааа блюдах ты убил его твою мать эй хорошо да я не знал что они его убьют что мне было делать а? вы обманули меня затем похитили я ранее к тебе чарли ты? ты крадешь машину? иди ты нахрен нет я тебе понадоблюсь мне уже ничего от тебя не нужно ага знакомая история открой глаза мир гибнет я тут пытаюсь хоть что-нибудь предпринять да уж ты героиня пошел ты эм тут она права ты вообще как долбою пытался блять всех убить кого мог по сути ну подставить даже я не знаю ты велся как трус медсестра а? увидимся там берг говнюк знаешь я буду убивать твою жену с удовольствием чего? ты не договорил ты еще на ассоциации ложь сейчас он наверное спросит откуда у него нож а надо было внимательно смотреть прошлые серии дело в том что он в ботинок уложил нож так что ребят внимательно все внимательно смотрим потому что ну реально такие детали надо внимательно смотреть то что конечно сейчас он убьет его ножом я конечно не стал но то что у него ботинки нож я знал в одних из заставок он положил его себе командир дэвис главного офиса и вся его группа хорошие ребята лучшие в монархии пол 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 а мои лечебные приборы боюсь что то ты знаешь что это значит ты не знаешь наверняка нет покойник а ты это допустил Джек он хочет превратить меня он хочет чтобы я мучился до конца Джойс и Уайлдер но знаешь что беспокоит меня кто привел их в лабораторию Кима она заходила пока все думали что она пропала за несколько минут до взрыва что то мы наверное узнаем почему пол 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 ты меня слушаешь сними же ты наконец свои розовые очки это был ее прощальный подарок ее вынудили она пытается погубить тебя она пытается помочь господи посмотри на себя самый умный из всех нас ведет себя как влюбленный мальчишка пол что ты собираешься делать София верна мне она внушила тебе она всегда была верна подумай об этом если разлом происходит сейчас я должен это сделать ради нее то я должен пергодить до 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доктор Браун Доктор Холден Что происходит? Протокол был инициирован Я должен разбудить семью Боюсь, у нас нет времени А вот А из того, что Человек просто Бросил свою семью Центральная Риммерской клиника 9 октября 2016 года 23.59 Через 18 часов После разглаза Фух Хоронение идет Знаю, вы не ожидали увидеть такого Острепительного красавца К сожалению, наш футболист Не смог сегодня Присаживайтесь Присаживайтесь Лем Привет Рад, что ты добрался Я как раз говорил Твоей подружке Что мы волнуемся Эмили Нам нужно идти Идти? Что за спешка? Давай, Лем Эмили Идем Исполняем особо опасность Исполняем особо опасность Я неинтересный Я не eşим Откуда Он Он Зуб Он Идет Он Терно Идет 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 Он К puis С Зум Идет Идет конечно так быстро ну тоже не бывает человек без кислорода может прожить не знаю около минуты тут то это не даю ключи дай мне ключи эмили послушай пожалуйста пожалуйста я не такой это не поверь я ненавижу эту работу ненавижу эту работу но это единственное что я умел когда я вернулся я не смог найти ничего я не смог найти ничего другого а в монархии я пригодился и меня взяли на работу и пойми меня я не мог выдержать не мог быть один и вот каждый вторник и среду я ходил в бар потому что только эти две ночи барменша не было в школе каждую ночь я собирался пригласить тебя на свидание и так целый гребаный год если бы она если они мне дали опору то ты дала мне цель все это было ради тебе чтобы защитить нас нашу семью я хотел защитить нашу семью эмилия выслушайте меня придет нечто ужасное я объясню по дороге но сейчас нам нужно уходить прямо сейчас пожалуйста прошу дай мне просто дай мне это правда я это я слышишь это я нам надо уходить прямо сейчас ладно идем ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я в лаборатории периметра. У меня есть сведения о Марте Никаче. Я хочу, чтобы его задержали. Немедленно. А человеку не повезло. Обгорел просто ужас. Конец третьего эпизода. На геймплее осталось буквально минут 10. От доктора Эмералл зависела в жизни мистера Сайрина. А вы ее похитили. Это сделало вас главной мишенью. Да, я так и понял. Они перекрыли все пути отхода, все дороги. На машине с острова было никак не выбраться. Нужен был новый план. Все, пошли! Бет, мне нужен транспорт. Тут жарковато. Ладно, где тебя искать? Пока не знаю. Я хочу забраться повыше и взглянуть на мост. Я боюсь по нему не проехать. Так, хорошо. Надо подняться повыше. Вижу мост. Он кишит монарховцами. Не знаю, может, если втихаря. Ага, может. Или давай я тебя подхвачу. Решай, но только побыстрее. А, подожди, сколько у нас? Уже шесть. Позволяет Джеку создавать три пузыря хронозаморозки. Что это очень хорошо, но... Надо бы уже прокачать это поскорее бы. Ну или сокращать время восстановления хроновзрыва. Я не знаю. Замедление времени. Во время действия хроносчета вокруг Джека будет течь еще медленнее время. Так, увеличить время и радиус действия. Так. Я даже не знаю, что качать-то. Так, что там в стиме-то опять вышло. Так. Мэднес хаус. Скидочка. 9 евро стоит. Окей. Надо будет ее тоже позаписывать. Мне полегчает, когда окажусь на яхте. Монарх у меня на хвосте. Я тут не особо популярен. Как доктор Эмерал? Жива-здорова, но жизнью недовольна. Долго тебя еще ждать? Погоди. Сейчас узнаю. Переплыти, я тоже понимаю, и не варик, да? Нет, ну какого хрена? Заберусь внутрь, пока меня с вертолета не заметили. Найн Спринкс? Да, ищу удобную точку обзора. Подожди-ка, дайте, дайте, я субститры включу, где они? Найн Спринкс? Да ладно? Сейчас, самое интересное, никто не понимает, к чему я так радуюсь. Ну, наверное, мало, может, кто понимает, конечно. Но это же Найн Спринкс. И то телешоу, которое крутили в Валан Вейк. И его еще как-то сюжетно пытались обвести, конечно. О-о-о-о! Я тут у нас вспомнил, но я вам скажу так, у меня... Ухожу на второй руке. Ухожу на второй руке. Я бы сказал так... Мне нельзя тут засиживаться, Джек, поторопись! С этим проблема. Что-то не так? Всю ночь все не так. Я сейчас смотрю на мост. Если я там появлюсь, пострадают невинные люди. Хорошо. Есть какие идеи? Ну? Посмотрим. Под мостом есть пристань. Сможешь подогнать туда яхту? Там спереди вывеска бензоколонки, не пропустишь. Что, прямо под самым носом у монарха? Других вариантов я не вижу. Переключаюсь на канал монарха. Скоро буду на связи. Буду через 10 минут. Только не подведи меня. ФПС не вернуть? Так, ну в принципе... Ну, и как туда спуститься? Где пожарный шест? Давайте мы это будем делать в следующей серии. А пока я бы хотел на этом закончить. Я благодарю всех, кто посмотрел. Не забудьте поддержать лайком и подпиской. И всем удачи. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода